МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Безусловно, до сегодняшнего дня. Это, безусловно, был предмет Шика, но вот в моем понимании это был еще и определенный такой объект, который позволял тебе подняться в собственных глазах. В начале 20 века с помощью беспроволочного телеграфа Маркони письмо американского президента было передано морзянкой через Атлантический океан британскому королю. В начале 21 века не надо быть королем или президентом, чтобы без проволочки побеседовать с кем угодно в любой части света. Революция в радиотехнике и электронике подарила человеку мобильный телефон, а вместе с ним и абсолютную свободу общения. У нас до сих пор не охваченных телефонной связью это десятки миллионов. Да-да. Если бы не было сотовых телефонов, то была бы цифра еще на самом деле больше, потому что даже в Москве дефицит стационарной телефонной связи, которую надо было там пробивать, выбивать, он где-то был на уровне 20 или 25% населения Москвы. В Москве, где, казалось бы, должна была быть сплошная телефонизация, но не было этого. Не случайно сотовая связь активно развивалась и пришла к нам с Запада. И причина тому отнюдь не в превосходстве технической мысли и интеллекта. Практическая выгода и уважение к частной жизни человека стали главными условиями, которые позволили западным странам оставить Советский Союз далеко позади в развитии мобильной связи. Когда Гагарин разговаривал с ЦУПом, что он через проводную систему разговаривал, да нет, конечно, он разговаривал через систему космической связи. Через мобиль, тот самый мобильный телефон. Какого размера он был у Гагарина, я не знаю, но голос Гагарина в 61-м году мы слышали, оттуда с 360 километров слышали, а мы получили мобильный телефон. Разве можно было в Советском Союзе развивать гражданскую мобильную связь? В стране, где, несмотря на закон о тайне личной жизни, переписки и телефонных разговоров, огромная армия бдительных спецсотрудников тайком читала чужие письма и прослушивала телефоны. Власть тщательно контролировала носителей государственных секретов и беспардонно вмешивалась в личную жизнь простых граждан. Причем зачастую даже не считала нужным скрывать следы своего проникновения. Бывало, что адресаты получали грубо надорванные и склеенные желтым силикатным клеем конверты. Множество писем, присланных из-за границы, не доходили вовсе. В такой стране мобильная связь опасна. Это что же, уважаемые граждане и товарищи, получилось бы? Каждый шпион смог бы беспрепятственно передавать свою информацию без явок и паролей. Нет уж, не выйдет. Я, например, в Москве наблюдал такие вещи. Сидит канал, сидит канал. Какой-то разговор. Берем, хоть это не полагалось, наушники слушаем. Какой-то дядя, находясь на дежурстве в служебной машине, своей тетей все его уговаривал там поехать. Два часа его вырубали. Первое поколение мобильной связи было разработано в СССР еще в начале 60-х. Она обслуживала многочисленную армию советских начальников. Остальные граждане страны получили эту роскошь спустя 30 лет. И получили из рубежа. А ведь наши ученые давным-давно готовы были снабдить мобильниками хоть весь Советский Союз. Воронеж. Славный город советской электроники и оборонной промышленности. Здесь был создан первый в мире сверхзвуковой лайнер Ту-144. И главный сегодняшний российский воздушный извозчик Ил-86. В этом городе делали двигатели для ракет и телевизоры. Здесь были созданы незабвенный первый отечественный видеомагнитофон ВМ-12 и первая советская мобильная связь. Делегация наша поехала в Японию. Ну, там пообщались с руководством и обратили внимание, что чиновники имеют в автомобилях связь. Новость о зарубежной технической новинке быстро дошла до Кремля. Неподдельный интерес к подвижной связи проявил и глава государства Никита Сергеевич Хрущев. Так в Воронеже в срочном порядке был создан научный институт под номером 121. Задачи поставлены. Значит, нужно было делать. Ну, вообще-то было удивительное дело. Ну, сначала подумали, как же делать, чтобы это было что-то доступное, с одной стороны, негромоздкое и достаточно качественное и всеобъемлющее. Ну, и вот у нас предложили разработать радиальную систему связи общего доступа. Что это такое? Это, значит, система связи, позволяющая обеспечить связь между собой у абонентов. Ну, тогда это все предусматривалось подвижно, на автомобилях устанавливать. Обеспечивать выход в город и, наоборот, с городских телефонной линий выход на любой абонентский комплект. Мне было поручено разрабатывать конструкцию возимой станции. Значит, конечно, элементная база в то время была самая, значит, самая-самая известная. Вся автоматика была сделана на огромных реле, вот, вся аппаратура была сделана на лампах, прием-передатчики. Блоки питания были тоже, значит, еще там на первых транзисторах. Это были здоровые изделия. Первый мобильный телефон «Алтай» решено было вмонтировать в автомобиль. По указанию ЦК КПСС, советский автопром был готов даже изменить конструкцию «Волги» и «Чайки» под мобильную связь. Но воронежские ученые уменьшили габариты «Алтая» и сумели подогнать новый комплект связи под советский автомобиль. Габариты ее были большие, принято было решение, скажем, приемопередающую часть, то есть блок питания, питающийся от аккумулятора автомобиля, приемопередатчик разместить в багажнике автомобиля, а пульт управления разместить, там здесь пользуется или водитель, или, значит, тот оператор, или тот пользователь, который сидит на переднем сидении. В 62-м году начали разработку, в 63-м сделали опытные образцы, в 64-м начали оснащать опытный район вот на Котельнической набережной в Москве, высотное здание в Москве. Именно в этом доме и было смонтировано первое оборудование для обеспечения связи в Москве. На шпиле высотки установили антенны. Благодаря этому в пределах 60 километров новое оборудование обеспечивало устойчивую связь. За рубежом ничего не было еще. То есть мы в этом плане были первыми в мире. Вот потом, если в Японии наши специалисты посмотрели, там были простые диспетчерские связи. Они через помощь диспетчера коммутировались, и вот осуществлялась такая связь. То есть там никакой системы сотовой или радиальной, как она называлась в то время, не существовало. И ни у кого не было. Партийные руководители были в восторге от новой системы связи. Автомобильные телефоны вскоре появились в ЗИЛах и Чайках высших кругов номенклатуры. Позже подвижной связью Алтай оснастили и Волги директоров крупных предприятий, и высших милицейских чинов. Продолжение следует... Один из водителей, у которого была установлена станция, остановился, пошел пообедать. Прошло 15-20 минут, пришел, ни из станции ничего нету, ни одного провода не осталось. Все быстро ввели. Но поскольку система была, ну так же, как вот сегодняшняя сотова, они, каждый сотовый телефон имеет номер, там тоже самое имели номер. Они выйти не могли, потому что их сразу зафиксируют. Но станцию не нашли. То есть вот эпизод, ну, наверное, иностранный промышленный шпионаж, как мы тогда сказали, был проведен. В 65-м году мы уже вышли на эксплуатацию в Америке. Первая в Америке аналогичная система появилась где-то в 66-м году. Ну, у них немножечко рывок был, у них уже был проводниковая техника в этот момент была, абонентский комплект уже были сделаны в транзисторах, у нас все было ламповое. Вот, ну, идея примерно такого же плана была. Вот. Ну, по крайней мере, мы вот их на момент обогнали. Правда, они потом начали более серийной, но у них она была более доступной. То есть можно было устанавливать любому. Плати деньги тебе поставить. В Советском Союзе далеко не все руководители предприятий могли позволить себе установить Алтай. Для населения же такая связь была вообще фантастикой. Тогда у нас обычных телефонов-то была проблема, да? Вот. Ну, и, наверное, да и нужды такой не было. У нас автомобилей людей не было, ее можно было только возить на автомобиле. Ну, можно было поставить, конечно, в квартире, но это не то, дорогое дело. За все время было выпущено более 40 тысяч абонентских комплектов. Была организована связь более чем в 200 городах Советского Союза. Мы не настолько были богаты тогда для того, чтобы, ну, обеспечивать население. Вот, ну, я вам просто простые примеры приведу. Вот, обычный телефон, ну, фиксированный телефон государству обходился в те годы тысячу рублей. Вот. Нам его устанавливали там за 25-26 рублей, но я в тех ценах говорю, в ценах 60-го года. Телефон, мобильный телефон, мы тогда ее не носили в трубке, мы ее увозили тогда, ну, в 60-е годы невозможно было поместить его в трубку. Он стоил порядка трех тысяч рублей. Ну, три тысячи рублей при зарплате 150-200 рублей, покупать ее было тяжело. Для сопровождения официальных правительственных делегаций на основе Алтая разработали специальную правительственную систему связи. По замыслу разработчиков она должна была обеспечить сверхсекретность телефонных переговоров за рубежом. Когда Брежнев поехал в Америку, та аппаратура, которая была у спецслужб, они приехали предварительно, а им сказали, этот диапазон вам не выделен, товарищи, вы с нами не согласовали. Поэтому берите нашу аппаратуру и пользуйтесь. А что значит взять нашу аппаратуру? Значит, они все будут знать, о чем будет идти разговор, да? Поэтому срочно делался выездной комплект, новый, на новые частоты. Когда мы эту работу закончили, сделали правительственную связь, так вот Леонид Николаевич Моргунов, он уже тогда начал задумываться о создании сотовой системы. Что такое сотовая система? Это то, что мы называли радиальное, значит, большой участок обслуживает. Но недостаток какой? Нужно было много частот выделить, чтобы много абонентов. Такой возможности не было. Молодой ученый Леонид Баргунов уже в конце 60-х бредил идеи построения сот по всей территории СССР. И в Воронеже мечтали о революции в области связи. Назвали это соты, кстати, это он тоже, в общем-то, придумал тогда название соты, это Леонид Николаевич придумал. Вот если вот такие ячейки организовать, то получится, можно на большой территории разместить уже значительно большее количество абонентов. Чем меньше зоны, тем чаще можно повторять частоты, и тем самым можно увеличить количество абонентов. Тогда у него идея такая уже прорабатывалась, но, к сожалению, он трагически погиб. В 70-е годы прошлого века система Алтай активно развивалась. Абонентские станции становились все более компактными. Уже можно было переносить телефон вместе с аккумуляторами в увесистом чемоданчике. Особые работы по модернизации оборудования пришлось провести к Московской Олимпиаде 1980 года. На Олимпиаде Алтай показал себя с лучшей стороны. В этот момент уже третья модернизация прошла Алтая. Центральное оборудование поставили на Станкинской башне. Связь, более больший радиус организован был. И вот все репортажи, все это величину с помощью системы Алтая. Советские связисты стали победителями Олимпиады вместе с советскими спортсменами. Правда, на Олимпийские медали они не претендовали. Но государственную премию СССР получили многие ведущие разработчики. В 80-е годы во время Олимпиады Министерство внутренних дел закупило у Моторолы радиостанции, для того, чтобы милиция могла разговаривать и общаться между собой во время Олимпийских дней. Эта аппаратура представляла собой такой мини-чемоданчик, примерно пол дипломата по размеру. То есть ящичек, рация, и к ней телефонная трубка прилагалась, на которую по нажатию одной кнопки можно было выйти на телефонную линию, то есть этот канал рации соединялся с СТС-кой, и дальше набирать любой телефон. У чиновников высшего уровня это было соединено с СТС-1 и СТС-2, вертушкой в том числе, и обеспечивало им действительно связь по всему СССР. Так называемые вертушки, аппараты безнаборного диска, были предоставлены советской номенклатуре еще со времен Ленина. Количеством вертушек определялся статус учреждения, а наличие аппарата с гербом обозначало место чиновника на социальной лестнице. В справочнике демократично по алфавиту были расставлены высокопоставленные слуги народа. В начале 80-х годов советские специалисты работали над системой связи нового поколения. К примеру, связь Валимод, сокращенная от названия городов, где находились разработчики, Воронеж, Ленинград, Молодечна, Тернополь, уже поддерживала автоматический роуминг. И тогда мобильную связь на самом деле вполне можно было вписать и в советский образ жизни, и в коммунистическую идеологию. И, конечно, никакой угрозы государственной безопасности не возникало. Мобильную связь без устройств шифрования очень легко прослушивать. Однако несколько лет для проектов гражданской мобильной связи финансирование не предусматривалось. Массовая связь считалась ненужной и даже вредной. А для власти хватало и Алтая. В 90-е годы рынок стал открыт. Сотовая сеть, естественно, нас вытеснили. Профессиональная связь тоже вытеснили. Но вытеснили как? Мы не соответствовали мировому показателю, так скажем. Ну, показатель эффективной стоимости, даже эффективной стоимости, ну, качественной показателем стоимости мы не соответствовали. Был, на самом деле, ну, провал. Притом такой громадный провал в начале 90-х годов, когда вот этот тезис, если мы не умеем, то купим. На что купим, непонятно. Между тем сотовые системы на Западе активно развивались и приобретали популярность. В начале 80-х годов прежнее советское лидерство было упущено. О возможности догнать Европу и США речь уже не шла. Оттуда и хлынули в Россию все мобильные технологии. Мы слишком много упустили денег в государстве. Ну, представьте себе, вот в 90-е годы появились сотовые телефоны. Значит, сотовый телефон стоил 500 долларов, а себестоимость его была 50-60 долларов. То есть рентабельность 1000%. Это сумасшедшие деньги. И вот представьте себе 170 миллионов телефонов. Сколько там, в общем-то, денег появилось, да? В Европе мобильные сети распространялись все-таки медленно, относительно, потому что это было совсем новое. А у нас это был такой вот взрыв буквально. То есть, как только появились первые устройства, люди сразу начали их покупать, причем независимо от того, что стоили они денег больших все-таки. История не сохранила имени первого российского абонента мобильной связи. Правда, многие, кто стоял у истоков ее появления, утверждают, что им был Анатолий Собчак. Не секрет, что первый звонок с мобильного телефона в России был сделан в Петербурге. В 91-м году появилась первая система сотовой связи, которая называлась Дельта Телеком. И в сентябре 91-го года мэр Петербурга Анатолий Собчак сделал первый звонок в данной сети с мобильного телефона. Это был звонок в Соединенными Штатами Америки. Занимавший тогда пост мэра города Анатолий Собчак позвонил своему коллеге мэру Сиэтла. Позже всплыли все нюансы этой истории. Говорили, что для гарантии стопроцентного соединения на пару часов от городской сети отключили междугородную станцию. И якобы ради этого первого звонка весь Петербург остался на время без междугородки. Из известных звонков могу отметить как историю, это то, что Вежевский первый звонок сделал известный наш конструктор автоматического оружия Калачников. Вообще, в принципе, в каждом регионе, в котором мы открывались, а их на сегодняшний день 76, первые звонки, как правило, делали какие-то известные или легендарные люди. В начале 90-х мобильный телефон считался едва ли не главным атрибутом обеспеченной жизни. Вместе с контрактом он стоил почти как автомобиль. К тому моменту, когда сотовая связь появилась в России, этот аппарат стоил почти 2000 долларов. И подключиться к системе сотовой связи стоило примерно столько же. Более того, минута звонка с такого телефона стоила почти доллар. Это было достаточно дорогостоящее решение. Полный пакет должен был стоить порядка 5,5 тысяч долларов. Естественно, это был такой статус символа. Я бы сказала, что это была довольно мужская игрушка. Во-первых, и по весу его тяжело с собой носить. И можно было видеть многочисленных молодых людей, которые носили с собой в одной руке мужскую сумочку, в другой руке чемоданчик с этим телефоном. Из известных легенд есть один интересный факт, что на заре, скажем, нашей мобильной связи, не кому-нибудь, а в Примадонне нашей эстрады, Алле Борисовне Пугачевой, один из наших топ-менеджеров предлагал приобрести у нас телефон. И Алла Борисовна оказалась не готова. Она сказала, что очень дорого для нее, и она еще подумает и возьмет, так сказать, паузу для того, чтобы решить какие-то финансовые, наверное, какие-то финансовые вопросы. С такими баснословными деньгами на тот момент с легкостью расставались немногие. Тогда на эту тему шутили, что первые абоненты были из разряда двух «Б» – банкиры и бандиты. Бандиты, банкиры, данная формула работала в середине 90-х, либо в самом-самом-самом начале появления мобильной связи, но ближе к концу 90-х все-таки мобильная связь начала становиться более распространенной. Да, конечно, определенный статус этот телефон придавал. То есть люди понимали, что если ты обладаешь телефоном мобильным, то ты можешь себе позволить несколько больше, чем кто-то другой. Все равно среди равных есть один еще равнее, скажем так. И вот среди… я тогда был студентом, и среди студентов, если у меня был телефон, я был еще студенте, скажем так, чем все остальные. Кто имел оперативную связь, тот имел шансы отхватить наиболее лакомые куски. И связь она стоила, то есть огромные деньги, да, она стоила, но многие из тех, кто имел оперативную связь, становились миллионерами в те годы. Людей, у которых были телефоны, хотелось послушать и узнать, о чем они говорят, потому что самое дорогое, что есть в нашей жизни – это информация. За информацию надо платить и так далее. Поэтому тут же, свободный рынок, на рынке появились предложения, которые позволяли конкурентам, бандитов или бизнесменов, это уже совершенно неважно, слушать телефонные разговоры, естественно, нелегально, и узнавать, о чем говорит человек, за которым ведется та или иная слежка. Телефонные разговоры, естественно, происходят в эфире. Естественно, при серьезной прослушке эти телефонные разговоры могут быть записаны в любом месте и с любого источника, с которого вы говорите. Расшифровки записей подслушанных разговоров стали не только важным орудием конкурентной борьбы за лакомые куски российской экономики, но и политики. Война компроматов не обошла стороной даже кулуары Кремля. Если вы возьмете практически любое сегодня уголовное дело, из тех старых, которые были там во второй половине 90-х годов, то везде фигурирует мобильный телефон, и в отчетах оперативников всегда написано, позвонил с такого-то телефона такому-то, сказал то-то, то-то, назначил свидание там-то, там-то. Все трассы, все следы звонков телефонов, они теперь ложатся в дело, и отсюда никуда не денешься. Каждый проданный телефон и контракт на его обслуживание сопровождались разрешением Министерства связи. Бумажка, на первый взгляд, формальная, но необходимая. Это было разрешение госсвязь надзора, когда каждый пользователь, имевший радиоустройство, казалось, не только сотовый телефон, любое радиоустройство, должен был иметь разрешение госсвязь надзора. Это было до 2000-го года. И это значительно ограничивало развитие связи, поскольку любой милиционер на улице мог остановить вас, потребовать, предъявить это разрешение, и штраф был довольно большой, от 15 до 17 минимальных заработных плат. В 2000-м году это разрешение отменили, и, естественно, это также повлияло на дальнейший рост пользователей мобильной связи. Это разрешение у меня лежало всегда с правами. То есть я не мог себе позволить без этого разрешения выйти на улицу, потому что любая встреча с представителем правоохранительных органов могла закончиться тем, что у меня просто отберут этот телефон, и я лишусь подарка. Я проходил через таможню, в общем-то таможенник интересовался вот этим самым разрешением, на него надо было, это разрешение надо было ему показать. Он смотрел, если разрешение было выписано на фирму, он говорил, что вы не имеете права его везти, вывозить, ввозить, потому что разрешение не на ваше имя, а на фирму, а вы не докажите, что вы имеете отношение к этой фирме, и так далее, это какой-то бред. Огромная черная трубка, по которой можно говорить, идя по улице, производила на народ завораживающее впечатление. Может быть, поэтому обладатели мобильного любили пользоваться им на людях. Говорили долго, нарочито громко, иногда по пустякам. Очень интересный факт. Очень многие люди пользовались так называемыми муляжами. То есть для того, чтобы просто идя по улице и говоря по телефону, хотя на самом деле это не телефон, таким образом повышать некий свой статус в глазах прохожих, возможно, представителей из другого пола, ну и так дальше, так дальше. Возможно, на переговорах со своими партнерами, ну и так дальше, так дальше. Использовались очень широко такие вещи. Помню, это был какой, по-моему, 93-й год был, когда пустя-то был, да? Я тогда только начинал журналистскую карьеру, работал в программе «Взгляд», ну так подрабатывал, подносил там какие-то снаряды. Но вышло так, что в какой-то момент, когда еще не было, собственно, боевых действий, а только все готовилось, еще даже Белый дом, короче, пробка не отцепили. Каким-то образом меня пропустили так довольно глубоко внутрь, и возникла возможность поговорить с мятежным вице-президентом Рудским. Я даже не мог никого предупредить, что, собственно, я не смогу приехать домой. И Белый дом и Мариатруль на телефон. В районе пяти утра пришли, значит, в кабинет Рудского. Он достал из кармана какой-то предмет, ну, размером примерно такого, видимо, такой мыслящий кошелек у него был. Он переключал в нем какие-то штуки и показывал, ничего не происходило абсолютно, но он говорил, что вот это показывает, что его здесь прослушивают через окно каким-то образом. Но это дело не в этом. Дело в том, что там у него в углу стоял спутниковый телефон, такой чемоданчик был с ручкой. Он, по-другому, открывался, там был телефон, с которого можно было звонить. Я попросил Рудского с этого телефона позвонить мне домой, потому что я знал, что мама не уснет, пока я не поеду. Было реально часов пять утра. Вот я сказал, мама, да, привет. А я в кабинете вот тут у Рудского. Беспокоиться не о чем совершенно, я уже ухожу. Вот. В итоге, вот с такого телефона я больше никогда в жизни не звонил. Я думаю, сейчас такое есть только, я не знаю, вот, может, у Шамиля Лебасаева такое было. Первоначально зона действия сети мобильных операторов была весьма ограничена. Первые абоненты в Москве и Питере могли, так сказать, пощеголять только в городе. Зачастую набирая номер мобильного телефона, абоненты слышали знакомый голос с привычной фразой. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Я уже готов влюбиться в эту девушку, но эта фраза часто звучит. Ну, тут понимаешь, уже начинаешь разбираться, между прочим, в том, какую информацию тебе дает принимающий телефон. Либо там не берут трубку, либо он недоступен, где-то находится в метро, либо телефон сбрасывает, уже начинаешь понимать, разбираться, и в зависимости от характера человека, которому ты звонишь, уже знаешь, ага, этот человек спустился в метро, значит, надо минут 15 подождать, и перезвонишь ему. Либо он сбрасывает, значит, он на совещании. Либо ищешь человека, пытаешься найти, он не отвечает, думаешь, скрывается от меня, понятно. Говорят, что судьба мобильного была решена в один августовский день. После финансового кризиса 1998 года комиссионный рынок захлебнулся от сдаваемых мобильных аппаратов. Связь была дорогой, допустим, до момента дефолта. После дефолта резко у всех исчезли деньги, никто дорогую связь не покупал. И тогда одна из компаний, активно действующих на рынке, как раз в стандарте CDMA, новый высокотехнологичный стандарт, она решила ввести так называемый тариф антикризис. То есть на общем уровне цен, допустим, 200-300 уе в месяц, цена безлимитки была уже в то время, уже там не 1200-300, был введен тариф на уровне 800 рублей в месяц. Тариф антикризис. Это безлимитная связь на городские, на мобильные телефоны, без ограничений. И сим-карта с городским номером. Было революционное решение на тот момент, это появление комплекта предоплатных тарифных планов, так называемая коробочка. Разница составляла в десятки раз. То есть если подключение стоило 5000 долларов, то после выхода коробочки оно стоило 49 долларов вместе с аппаратом. А через какое-то время 5 долларов без аппарата просто сам тарифный план. И это была настоящая революция, которая дала настоящий толчок. Что еще позволило телефонам стать такими популярными? Это то, что в отличие от европейских рынков Россия пошла, и американского рынка, Россия пошла по своему пути развития. Если посмотреть на Европу и Америку, то в основном это операторские рынки. Что это значит? Это значит то, что оператор решает, какие аппараты из того, что предлагают различные производители, ему выбрать и субсидировать. С одной стороны, это хорошо, поскольку пользователь получает дешевый продукт. С другой стороны, это очень ограничивает свободу пользователя, поскольку отсекает массу интересных продуктов, которые делают производители, с которыми данный оператор не сотрудничает. Россия пошла по совершенно другому пути. Наш путь – это путь розничной торговли. Реальное распространение мобильной связи на широкий рынок, оно началось где-то, наверное, году примерно в 2000-м. И скорость развития рынка, она, наверное, года 2005-го сохранялась, она была взрывной. То есть Москва была покрыта сетями сразу же, Питер был покрыт сетями сразу же, потом пошло распространение в регионы. Все-таки Москва, конечно, она первая все новинки технологические на себе опробовала, но реальный объем продаж и реальное распространение началось, когда тут начали покрывать регионы. Сегодня количество сим-карт, проданных российскими операторами сотовой связи, давно превысило число жителей России, включая младенцев и пенсионеров. Я недавно, в прошлом году, вынужден был поменять сим-карту, сим-карту, потому что там это было связано с такой небольшой хулиганской акцией, ему телефон засустили в интернете, и мне пришлось взять другой номер. И я понял, что с этой сим-карты я прожил 8 лет. Это единственный предмет, который все это время был со мной. Понимаете, менялись телефоны. А эта вот маленькая штучка, она со мной была все это время. Она, так сказать, ну, правда, она со мной, конечно, в воде не тонула и в огне не горела, она бы этого не перенесла. Я тоже, наверное, бы не перенесла. На сегодняшний день телефон не рассматривается просто как средство поговорить, имеется в виду вот именно голосом. На сегодняшний день существует очень много всевозможных услуг, которые позволяют людям общаться разными доступными средствами. Это и общение через СМСки, это и так называемые ICQ, это и общение через интернет-порталы, ну и, наконец, голос и возможность передавать картинки с помощью ММС, а в ближайшем будущем этой картинки, видеозвонки и так дальше, и так дальше. То есть, таким образом, мы видим, что возможность коммуникации расширилась в принципе. Естественно, до настоящего момента большинство все-таки пользуются телефоном именно для того, чтобы говорить и посылать СМСки. Для наших бабушек это всегда останется средством только базового общения. Мобильная связь для деревень Пашихонского района просто спасение. Пашихония, районный центр Ярославской области, известен как родина Пашихонского сыра. Еще этот край считается зеркалом русской глубинки. И не умею до сих пор по-настоящему. У меня все имена моих детей, все наделаны. Я только на кнопку нажимаю, кого мне надо, тот и высветится. Есть такое известное стихотворение про Пашихонию. Окрестность Пашихонии, парикешек с нелесной, называлась Пашихонием, глухоманной стороной. Вот, к сожалению, мы глухоманной стороной от центральных городов перестали быть, но у нас есть очень много в районе мест, которые на самом деле до сих пор глухоманными. Там нет дорог асфальтированных, и до туда надо идти пешком. Забавен еще один факт, связанный с Пашихонию. Еще в начале 20 века прозвище Пашихон обозначало провинциала из глуши и вообще человека недалекого. Считалось, что здесь творятся всяческие нелепости. Говорили, что наивные пашихонцы лукошком солнце ловили, на елку лазили, чтобы Москву посмотреть. А отчего не посмотреть? Вроде бы 400 верст до Москвы. А сотовая связь стала доступна местным селянам всего три года назад. Раньше вообще связи не было, но когда сюда приехали 20 лет назад, чтобы позвонить в Москву, мы ходили в Андрюшина на радиотелефон в контору. Связи не было, чтобы куда-то на межгород позвонить. Надо было идти 4 километра, и то не всегда дозвонишься. Здесь такая связь была по деревьям, провода, то она есть, то и нету связи. То есть связь была вообще ненадежная. Сейчас в любое время дня и ночи звонишь. Мы по одной живем, заболели. Куда обратиться? Через дом там огонек, а в 7 уж вечера и нету. Через другой вообще мнение видно. Я сейчас дочке раз позвоню, она ко мне приедет и привезет мне таблеточек, и все. Я по 300 рублей порубал твои за месяц. Болтушка. Болтушка, пробалтывая, по многу денег. А бы лучше на конфетах их проела, но это удобнее. Но от связи пашихонцы отказаться уже не могут. Быстро привыкли к новинке прогресса. Если не удается добраться по бездорожью до фельдшера, священника или чиновника, достают телефон из кармана. Ребенок у нас лежал в больнице. Мы постоянно с ним созвонились раз в день. Это для него, конечно, большой плюс был, что он не так по дому скучал, что это телефон. Но вот использовать телефон как игрушку, которую дети, вот они... Да и мы взрослые, не понимаем, у него же есть свое вредное воздействие. Надо об этом все-таки людям говорить, что нельзя же детям давать, чтобы они играли телефоном. Как сказывается на здоровье человека электромагнитное поле сотовой связи. Особенно, если учесть, что передающая антенна располагается рядом с мозгом. Этот вопрос волнует не только жителей русской глубинки. Что касается безопасности, то, безусловно, этот вопрос всегда стоял с самого начала. Самая первая трубка – это уровень сигнала, уровень допустимого сигнала, того, который воздействует на организм человека при телефонном звонке. На сегодняшний день можно сказать, что этот уровень не превышает тех фоновых уровней электромагнитных сигналов, которые вообще, в принципе, вокруг нас есть. Вот вы идете, переходите через дорогу, и сверху, над вами, проходят провода, линии, троллейбусов, которые ездят туда и обратно, да? Вот вокруг этих проводов есть электромагнитное поле. Вокруг любых проводов есть электромагнитное поле. Мы всегда попадаем в какое-то электромагнитное поле, особенно если мы живем в Москве. И вот на сегодняшний день уровень поля, скажем так, и уровень сигнала вокруг трубки, он, ну, конечно, немножко превышает, но фактически почти такой же, как тот фон, который находится на улице. Беда как раз заключается в том, что все исследования, которые на данный момент проводятся, они не могут дать стопроцентного ответа, вреден ли мобильный телефон или не вреден. Не могут они дать в силу очень простой вещи. Для того, чтобы проследить изменения в человеческом организме, которые появляются после использования мобильного телефона, нужно ни год, ни два, ни пять, ни десять. А этого времени просто еще не прошло с момента вообще запуска мобильных телефонов и мобильных сетей. Поэтому до конца никто не знает. Да, скорее всего, тот уровень излучения, которому мы подвергаемся, используя мобильные телефоны, недостаточен для того, чтобы нарушить какие-то физиологические процессы. Сегодня мобильный телефон для одних – это средство общения, для других – часть имиджа, модный аксессуар или даже хобби. Он стал незаменимым атрибутом быта человека, как ложка и вилка. Теперь мобильный прогресс позволяет, нажав на кнопку в телефоне, открыть ворота своего гаража или зажечь камин. Есть такое понятие, как поколение Х, поколение У. Так вот, на самом деле, те люди, которые начали рождаться примерно, наверное, в 70-80-е годы, это поколение Х, и где-то в 90-е, в 2000-е поколение У, это совершенно другие люди. Для них телефон уже не воспринимается как нечто, скажем, уникальное, как нечто дорогое и так дальше. Для них это обычная игрушка, как для нас в детстве была кукла, там неваляшка и так дальше. Поэтому для них общение на телефонном языке и для них выбор любого вида коммуникации, будь то ММС, будь то интернет, ICQ и так дальше, это дело просто обычной жизни. Поэтому я считаю, что, во-первых, А, чем дальше, тем количество этих людей будет расти, и, во-вторых, Б, это как минимум весь молодежный сегмент. Ну и, наверное, из тех людей, которые постарше, ну, наверное, процентов около 20-30 тех, которые умеют разбираться и в компьютерах, и в телефонах. В России телефон – это статус, это символ статуса. И для людей очень важно, какими телефонами они пользуются. Поэтому, например, время, за которое люди меняют сотовые телефоны в России, значительно меньше, чем то время, которым им пользуются европейцы и американцы. В частности, в Москве и Питере люди меняют телефоны в среднем от 8 до 10 месяцев. Что касается остальной территории России, то это где-то порядка полутора лет. В среднем европейцы пользуются телефонами от двух лет и выше. Операторы мобильной связи не хотят больше оставаться просто телефонистами. Они убеждают потребителей, что трубка способна оказывать множество других услуг. Дать справку о билетах на концерт, подсказать адрес ближайшего пивного бара, подыскать спутника жизни из числа абонентов той же компании. Сотовые операторы медленно, но верно добиваются своей давней цели. Стать полноценным, беспроводным интернетом, основной информационной средой современности. Все фантастические фильмы дают нам такую базу для размышлений, во что же превратится мобильная связь. И было множество догадок. Телефон будет заключен в корпус часов, будет вставлен в душку очков, будет как чип вшиваться в человека. Но на самом деле основная функция мобильного телефона это позволить человеку общаться, это коммуникация, оставаться человеку существом социальным. И поэтому с моей точки зрения, это основная задача мобильного телефона, позволить человеку всегда быть на связи со всеми в любое время, когда ему захочется. Все остальные функции, они только будут помогать этой основной. Это будет фото-видео изображение, GPS, улучшенное разрешение экрана, и так далее. Все это будет улучшаться, так же, как улучшаются фотоаппараты, телевизоры и так далее. Но это будет только помогать основной функции телефона оставаться на связи. Еще 10 лет назад сотовая связь была для россиян экзотикой. Сегодня мы не готовы отказаться от нее ни под каким предлогом. Люди боятся потерять связь с близкими, пропустить важную встречу. А некоторые и вовсе говорят о том, что без мобильника выпадают из жизни. Я со своей подругой ушел в кино. Забыл дома телефон. Не то, чтобы я собрался с кем-то разговаривать, но все-таки я ушел с дома часов на пять. Там, тут у нас недалеко кинотеатр, пока мы там дойдем, пока посидим, посмотрим фильм, потом мы там что-то, не знаю, перекусим, и вот я должен, потом мы дойдем сюда пешком. Вот. И я все это время без телефона. Меня все это время терзала мысль, что, ну вот, как-то, ну я не знаю, ну вот и сам как-то без рук, ну что-то не хватает, я знаю, там тяжести какой-то на ляжке в кармане. Потом, может быть, кто-то и ищет. Я пришел домой, на телефоне не было ни одного неотвеченного звонка. Мне стало так горько. Мобиломания. Так называется новое психическое расстройство, появившееся несколько лет назад. Подверженные сотовой зависимости люди, забыв или потеряв свой телефон, испытывают стресс, постоянную раздражительность и проявляют немотивированную агрессию. Психологи составили список симптомов мобиломании. Люди, подверженные новому синдрому, постоянно держат в руках свои мобильные телефоны, нервно их вертят, постоянно перечитывают сообщения и смотрят фотографии. Они стараются не держать мобильник в сумке, а класть его в карман или постоянно держать в руке. Из-за страха остаться без средства связи, они дотрагиваются до телефона каждые четыре минуты. Я не считаю, что телефон сделал человека зависимым. Я считаю, что он придал определенную свободу. То есть я, конечно, не представляю, как я выхожу из дома без телефона, потому что телефон – это моя возможность быть всегда на связи. Но если человек беспокоится о своей зависимости от телефона, все, что нужно сделать, это просто его отключить. И тогда он опять станет таким же свободным, как лет 20 назад. Единственный минус телефона, который я заметила для себя лично, это то, что ты становишься доступным в любое время, даже когда тебе этого не хочется. Потому что сам факт того, что надо нажать на телефон, выключить его и оказаться без связи, он уже становится довольно болезненным. И ты предпочитаешь держать его включенным даже в то время, когда тебе, может быть, не очень хочется с кем-то разговаривать и принимать от кого-то звонки. Мы стали приставкой к этому телефону. Единственное место, где я отдыхаю, угадайте с трех раз, это тюрьма и самолет. В тюрьму нельзя заходить с телефоном, это запрещено, а в самолете его надо выключить по техническим причинам, и вот там наступает зона отдыха. Мобильный телефон и современный человек сегодня неразлучны, как сиамские близнецы. Сотовая связь дала человеку большую свободу, и особенно ее ценят те, кто помнит времена, когда телефонный аппарат, висевший в коридоре, считался роскошью. Ту эпоху, когда радиоприемники и пишущие машинки нужно было регистрировать в государственных органах, и далеко не всякие книги разрешалось читать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова